здравствуйте дорогие садоводы мы на канале про цветок меня зовут рудевич михаил сегодня мы поговорим про обрезку плодовых деревьев в частности про яблони давайте посмотрим вот на эту яблоню она в сущности не имела никаких уходов после ее посадки и конечно вы видите что скелетные ветви и у нее очень длинные хотя на них много плодушек но как бы она занимает очень большое пространство поэтому с ней конечно надо работать уже поэтому и кроме всего прочего ее крона имеет высоту около пяти метров и конечно для сбора урожая это не совсем хорошо поэтому при уходах за такими яблонями мы преследуем цель приблизить плодоношение к оси ствола то есть обжать яблоню со сторон и кроме того понизить ее как бы по высоте что позволит иметь достаточно компакт дерево с достаточно компактной кроной слева от меня находится яблоня которая уже обрезалась прошлом году и мы видим что укорачивались скелетные ветви довольно большого диаметра на них активно происходит процесс обрастания раневой тканью ну и вы видите что на них много побегов отрастания таких жировых побегов которые необходимо тоже сформировать для того чтобы яблоня бы было более имела более ажурную крону и ее листья и плоды освещая активно освещались солнцем поэтому сейчас мы с вами посмотрим как необходимо осуществлять такие обрезки в начале хочется сказать об двух основных инструментах садовода это секатор и пилка когда мы работаем с малыми диаметрами мы обходимся секатором если надо удалять ветвы диаметром более двух сантиметров конечно лучше воспользоваться пилой и так посмотрим что мы можем сделать с кроной этого дерева стремясь приблизить плодоношение к стволу во-первых все зависит от того насколько масштабы нашего участка позволяют существовать такому дереву если места мало то мы вынуждены будем обрезать растение ближе к стволу но вот например в нынешних условиях мы можем оставить больше ветвей и работать с ними если мы присмотримся вот есть перекрещивающиеся ветви мы удаляем их непосредственно с переводом на более мелкие веточки которые лучше всего должны быть направлены в сторону или вниз ну вот у меня секатор мощный поэтому мы можем конечно обрезать более толстые ветви и это происходит вот так вот видите здесь есть ветвь которая как бы загущает крону в принципе ее надо будет удалить практически полностью единственно что я являюсь сторонником может более длительного но постепенного ухода за деревом поэтому мы не будем ее удалять на кольцо непосредственно у ствола оставим небольшую часть для того чтобы растение могло как-то спокойнее перенести эту обрезку после работы пилой иногда остаются небольшие задиры их надо конечно подформировать секатором подровнять чтобы поверхность была гладкая ну и конечно такие спилы диаметром более одного сантиметра необходимо обработать обработать садовым варом для того чтобы предотвратить проникновение в отмирающую древесину патогенных грибов вот мы обработаем и более мелкие срезы из пилы при работе с садовым варом многие мы пользуются различные палочками шпателями я считаю что это не совсем верный подход поскольку мы не чувствуем поверхности здесь все зависит не от количества садового вара и толщины слоя а от того как плотно он прилегает к поверхности древесины и как полноценно он закрывает ранение вот ну таким образом вот еще необходимо немного укоротить более мелкие ветви которые уже дают урожай и будут его давать еще на протяжении нескольких лет таким образом мы видим что вот если обработать крону таким образом что она становится более компактная теперь перейдем к растению которое уже обрезалась весной этого года или осенью прошлого года находясь вот возле такого дерева мы должны еще раз подкорректировать наше первоначальное решение и в определенной степени убрать ветви которые загущают крону поэтому на месте отрастания побегов которые мы считаем что они загущают крону мы производим их вырезку на кольцо какие-то ветви укорачиваем оставляем опять с переводом их на боковые отрастания иногда необходимо укоротить и ветви отрастающие вниз как я уже говорил я сторонник щадящие обрезки и я предпочитаю почаще возвращаться к дереву может это сопряжено с большими затратами времени зато дерево легче переносит последствия такой обрезки и когда мы устраняем большую часть ветвей а корневая система сохраняется не затронутой то она имеет большой потенциал и вызывает интенсивное нарастание ветвей поэтому крона активно загущается вот мы производим обрезку практически ну наверное более 50 процентов отрастаний укорачивая их или удаляя полностью вот у нас здесь есть хорошие отрастания в сторону мы посмотрим какой из них на данной ветви или на данной ветви будет быстрее вступит в отношении и в дальнейшем будем проводить работу с ними таким образом мы даем как бы растению право на самоопределение вот таким образом мы движемся по периметру кроны и как бы уменьшаем длину вет ветвей на данных почках сформируется плодовое образование и мы получим хороший урожай в следующем году вот здесь веточка у нас сломана поэтому придется обрезать покороче иногда отрастающие вниз ветви тоже приходится удалять поэтому мы поступаем таким образом но здесь видите хоро хорошие такие отрастания которые мы сохраним при вот такой можно сказать обрезки мелких ветвей важно срезы наносить непосредственно у веточки отрастания или у почки кроме того я хочу сказать что в целом я являюсь сторонником весенние обрезки потому что непосредственно после обрезки актив растение находится в активном состоянии и она хорошо и быстро залечивает свои раны и в общем-то активно развивается вот видите по мере того как щелкает мой секатор крона все уменьшается и уменьшается и мы получаем более ажурную вот веточка повреждена наверно мы ее не дадим шанс пускай она попробует еще пожить таким образом смотрите получилось достаточно компактная хорошая вет на которой мы получим более крупный урожай да и еще хочется сказать что мелкие срезы можно не обрабатывать потому что они зарастают в течение вегетационного сезона на примере этого довольно молодого дерева давайте посмотрим как мы можем сформировать сформировать его скелетную часть ну вот на ранних этапах его развития для того чтобы потом не наносить больших ранений ну чтобы добраться внутрь кроны я тут произведу некоторые минимальные обрезки в нижней части вот и посмотрите вот две ветви которые сущности расположены близко к друг другу если мы будем осуществлять даже довольно интенсивные обрезки этих ветвей они все равно будут мешать друг другу поэтому мы принимаем решение укоротить вот эту ветвь она менее развитая ну примерно вот на уровне этой веточки которая вполне может существовать либо можно было бы удалить ее на кольцо прямо непосредственно при стволе вот ну и произведем то о чем мы говорили следующим образом обычно когда мы срезаем более толстые ветви это надо делать в два приема то есть мы сначала в произвольном месте удаляем чтобы наша ветвь была удаляемая часть была более легкой далее на уровне непосредственно у веточки мы удаляем остаток вот и очищаем поверхность на данном дереве еще не очень хорошо себя чувствует вот данные две ветви поскольку одна налегает на другую и развиваясь верхняя ветвь более сильно она будет развиваться интенсивнее поэтому это ведь всегда будет находиться в подчиненном состоянии и плодом нам не даст поэтому мы ее тоже убираем но я думаю такой вес я смогу удержать в руке поэтому удаление произвожу в один прием вот но думаю пилка нам больше здесь не понадобится поэтому все остальное происходит вот погибшая веточка мы ее удаляем растущая внутрь кроны тоже нам как бы не нужно мы сделаем такую форму бокала видной формы для того чтобы крона освещалась и по внутреннему периметру конечно как я уже говорил можно производить дальние данные операции более интенсивно но здесь нету живых почек поэтому удаляем у веточки растущей вверх здесь это все мы делаем вот так потому что такие длинные отрастания не нужны вот делаем так я забыл сказать самом начале что при пользовании секатором такого типа одна из частей кого которого имеет острый нож вторая более толстый нож упорный всегда надо обрезку произвести так чтобы тонкая его губка находилась на стороне которая оставляется потому что она делает срез и толстая ножка она немножко заминает кору если бы мы делали обрезку вот так то как бы остается пенек большего большей длины и заминается кора что приводит потом к плохому обрастанию нанесенного ранения в данном месте две ветки сходятся и как будут конкурировать поэтому мы ее укорачиваем более значительно выборов ту которая нашла лучшее расположение пространстве или будет иметь лучшее распространение пространство вот данной ситуации тоже у нас две веточки расположены друг над другом и скрещиваются хорошо так Продолжение следует... В одной маленькой веточке я убрал две, которые могли скрещиваться, оставив почки, которые разойдутся в разные стороны и не будут друг другу мешать. Я еще попрошу заострить свое внимание на том, что когда мы производим обрезку, то ее надо производить с учетом того момента, что на образце этой ветки, на месте обрезки, совершенной в данном месте, первый побег он замещает осевой при своем росте. Видите, он уходит прямо в оси существовавшей ветки, пытаясь восстановить развитие в данном направлении. Второй уходит под углом приблизительно 45 градусов, и только третий или четвертый может быть расположен под тем углом, который устраивает нас, садоводов. Поэтому, как правило, надо, чтобы третья, четвертая почка, она окажется рабочей. И смотрите, я вот удаляю как бы побег, ну можно даже сделать это и вот так, который пытается заместить основную ось. Вот. Таким образом, мы получили вот такое дерево, нам осталось только замазать большие спилы. Его крона стала более просторной, и мы надеемся, что в следующем году мы получим хороший урожай. Ну, на данном моменте я хочу с вами попрощаться, я зачехляю свой инструмент. А вы смотрите видео, ставите лайки и чаще заходите на наш канал.